Давайте вот прям сразу, дисклеймер, я ненавижу блогеров, которые вот под подобными лозунгами, а именно название видео, что мол телефон за 10 тысяч рублей обогнал айфон 10, или российский смартфон убийца, эпл и так далее, пытаются навязать вам рекламу. А на самом деле рекламирую Санину из какого-то китайского подвала под видом патриотичного российского гаджета с нашей родины, мол показали мы западу и китайцам, кто тут батя. Вот этой херни в данном ролике не будет и на этом канале тоже это искреннее мнение. Можно бесконечно прожигать деньги впустую. А можно просто зарегистрироваться в кэшбэк сервисе Letyshops и возвращать часть потраченных денег с заказов к себе на карту. Достаточно всего лишь пройти по ссылке в описании, зарегистрироваться и установить специальное расширение для браузера, которое вы сейчас видите на экране, которое будет постоянно вам напоминать о вашем кэшбэке. Вы заходите в какой-то магазин, один из тысячи, которые представлены в Letyshops и вам сразу напоминается, что здесь есть кэшбэк, активируй и возвращай деньги. И весь прикол в том, что эти деньги не виртуальные, их реально вывести на вашу банковскую карту, их реально вывести на ваш мобильный номер, их реально вывести на Яндекс, на Киви. Чем больше покупок, тем выше кэшбэк. Вот, например, взгляните на мой профиль, у меня уже больше 10 тысяч рублей кэшбэка и уже премиум статус. Поэтому экономь со мной, экономь как я, дерзайте народ. Привет, китаец, я Роман Ильич. И сказать честно, я ненавижу тему сравнивания дорого и дешево. Ибо, ну это как-то тупо на самом деле. Ну что такое дорого-дешево? Зачастую, конечно, в некоторых местах это бывает неоправдно. Ну типа дорого оказывается так же херово, как и дешево. Но практически в процентов 70 или 80 дорого это означает более качественно. Дорого это означает более высокотехнологично. Но сегодня мы с вами стрельнем немножко в другую сторону. В обход всему этому. И я вам расскажу, почему покупая дорогие гаджеты, вы становитесь заложниками самих же себя. Почему покупая дорогие гаджеты, вы, можно сказать, прям вот так вот зажигаете 5 или 6 пятитысячных купюр и жёте. Почему покупая дорогие гаджеты, вы до сих пор живёте в однокомнатной квартире. Почему покупая дорогие гаджеты, вы до сих пор не путешествуете. Почему покупая дорогие гаджеты, вы до сих пор в кредитах. Вы посмотрите, что вокруг творится. Погнали. Почему тебе не нужен айфон за 70 тысяч рублей, если есть сяоми за двенашку. Причина номер один. Первое и самое обидное, что минимум 30-ку, 30 тысяч рублей ты платишь за яблоко на задней крышке. Да, это невероятно симпатично. Да, это невероятно пафосно. Да, это невероятно элегантно. Ты типа достал где-то в офисе айфон и типа на тебя посмотрели. Хотя с другой стороны, давайте задумаемся. Но это наши тараканы. Это наша болезнь в голове. Мы привыкли, что Apple это типа дорого. И если у тебя Apple, значит ты имеешь, не знаю, какую-то статусность. Но с другой стороны, Россия мигом разрушила все эти мифы. В кредиты айфоны охереть какая статусность. У тебя 80 тысяч рублей кредита. Хорошо, если рассрочки. А может быть действительно и кредита. В итоге тебе этот айфон в оконцовке выходит около где-то 100 тысяч рублей. Но при этом у тебя статусность. Что это за бред, серьезно? Вот он Xiaomi, который в данный момент можно купить за 12 тысяч рублей. Это Xiaomi Redmi Note 5. Он выглядит в принципе с задней стороны абсолютно таким же образом. Только здесь стекло. Здесь металл. Здесь есть пластиковые вставки. И это достаточно типа не очень респектово. И значок Mi это понятно дело для бомжей. Мемы такие ходят. Но эти мемы тем самым навязывают вам опять же тупизну. Если ты купишь Xiaomi, значит ты какой-то не самодостаточный. Значит у тебя какие-то проблемы с бабками. А неужели ли мы к этому, к 2018 году шли, чтобы стать такими даунами, которые оценивают людей по смартфонам. Поэтому наверное самое тупое, что есть при покупке яблочной продукции, это переплата за бренд. Переплата за бренд, как мне кажется, 30 штук рублей. Это просто пиздец. Это вообще самый пиздец. Люди покупают айфон 10, чтобы открывать инстаграм, чтобы открывать вибер, чтобы открывать вконтакте. Что не так с вами, люди? Да камон, это нормально. То есть это нормально. Для этих приложений Xiaomi Redmi Note 5 хватит ну просто по щелчку. Да, возможно на какую-то долю секунды в данный момент вы видите на экране, он открывает эти приложения чуть дольше. Но неужели все это дело стоит 60 тысяч рублей? Вы готовы закинуть 60 тысяч рублей за то, чтобы смартфон открывал на долю секунды приложение быстрее? Я вам могу сказать, что мы живем уже в том веке, когда смартфоны за 12 тысяч рублей на Snapdragon просто работают идеально плавно. Я вам могу сказать, что я вообще не заморачиваюсь по поводу анимации. Здесь идеальная охеренная анимация. Здесь отлично проработано. Если тебе не нравится скорость анимации, ты заходишь в меню разработчика и можешь поменять степень прорисовки и у тебя анимация станет гораздо плавнее. Это Android. Здесь все настраивается. Но нет, люди покупают процентов 80 этих людей. Давайте сразу оговорюсь, потому что зачастую многие скажут, подожди, но я же здесь что-то серьезное высчитываю. У меня какие-то здесь стоят серьезные приложения по типу, не знаю, фоторедактор, фотошоп, например, или какая-то программа для монтажа видео. Это единицы. 80% людей покупают для тех целей, которые я вам сказал. И это реально бредятина. Вы не используете даже на 20% мощности этого смартфона. Этот смартфон чуть ли не мощнейший до сих пор на рынке. Новые процессоры по типу Kirin 980 мы не будем брать. Эта мобила целый год практически соревновалась сначала со Snapdragon 835 топовым процессором на Android. А потом вышел Snapdragon 845. И он тоже терся рядом. Он его не сделал ни в хвост и гриву. Получается, яблочники-то нас по сути не обманывают. Они вам за эту цену заставляют мощное, охеренно оптимизированное железо. Но вы-то этим не пользуетесь. А зачем-то за это бабки платите. Это примерно то же самое, что у вас была функция в машине, что она водонепроницаемая. Вы можете по реке гонять на пляж с другой стороны. Но вы этим не будете пользоваться. А заплатили лишние бабки. Зачем это делать? Я не понимаю. Покупая айфон, начиная с семерки, тебя откровенно посылают нахер. Братан, у тебя есть наушники, огромное количество коллекции, да они еще и проводные, джек 3.5. Иди нахер. Прям так и происходит. Серьезно, здесь нету джека 3.5. Да, мы можем говорить о высоких технологиях. Мол, то, что типа уже в современности джек 3.5 не нужен. Ну вы хоть раз пробовали через вот этот костыль, который идет в комплекте, подключить, например, музыку в машине через AUX. Ну или еще что-нибудь через AUX получить. И вы получите звук совершенно херовый. Это не то, чтобы соединить джеку 3.5. У смартфона за 12 тысяч рублей джек 3.5 присутствует. Какие здесь еще нужны аргументы? Вы мне скажете, что блютуз наушники, покупая блютуз наушники, но давайте сначала посмотрим по бабкам и по ценам. Блютуз наушники, их надо постоянно заряжать. Блютуз наушники стоят дороже, хорошие блютуз наушники, чем проводные. И с другой стороны, а куда мне девать те беспроводные? Просто нахер выкидывать я не хочу. Через костыль слушать я тоже не хочу. На смартфоне за 12 тысяч рублей никакого рабства. Это Android. Ты хочешь сегодня пользуйся MIUI, а завтра херак и перебил на голый Android. Тебе достаточно зайти на ФОПДА, разблокировать загрузчик и загрузить любую кастомную прошивку. И на самом деле вы скажете, что это геморрой. Но с другой стороны, по крайней мере, у тебя есть такая возможность. Здесь, на яблоке, даже при всем таком же геморрое, ты никогда это не сделаешь. Не нравится тебе шрифт, ты можешь спокойно предустановить еще какой-то шрифт. Ты можешь спокойно догрузить еще сюда каких-то фич. А если тебе вообще все разочаровало, ты можешь спокойно зайти и скачать на ФОПДА портированную прошивку и накатить сюда хоть флайм. Это Android. Пожалуйста, делай это. И никаких проблем. Что касается яблочной продукции, то тебя из года в год просто терроризируют вот эти вот стандартные иконки. Тебя из года в год терроризирует вот эта оболочка. Ты не поверишь, но смартфон за 70 тысяч рублей заряжается на 30 или 40 минут дольше, чем смартфон за 12 тысяч рублей. Это просто полный аврал. Почему ты спросишь, такое происходит? Я это уже объяснял. Если ты не смотрел вот этот ролик, который здесь высвечился, давай я кратко поясню. В чем проблема? Apple настолько коммерциализированная компания, что в комплекте она просто не хочет класть адаптер и, соответственно, кабель, который поддерживает быструю зарядку. По умолчанию в смартфоне именно в этом поколении есть быстрая зарядка. Ну и с комплекта ты ей не можешь заряжаться. Тебе нужно закинуть дополнительно около 5 тысяч рублей официалом. И тогда вуаля, смартфон наконец-таки быстро заряжается. Что касается данной мобилы, она из комплекта комплектуется Quick Charge третьего поколения. Quick Charge третьего поколения, конечно, будет намного быстрее, чем стандартная зарядка от айфона. И вот именно после этого пункта я жду оправдания яблочников. Ну давайте, ну вот давай, я прям хочу вам дать несколько секунд. Давайте пишем в комментариях, как вот этот пункт можно оправдать. Ну как, вот серьезно. Ну вот прям вот мне кажется, этот пункт растаптывает в ноль. Если вы мне не верите, я говорю, посмотрите, где-то здесь подсказки вылетело. Поглядите, и вы там убедитесь, что на примере с доказательствами по фактам я показываю, что айфон 10 самый медленный смартфон, который заряжается среди всех андроидов. Причем там бюджетники, которые стоят некоторые там 8-9 тысяч рублей, они и то быстрее заряжаются. Как можно оправдать этот пункт? Я жду в комментариях. Я хочу сразу пояснить, это любимый аргумент яблочников. Мол, типа, покупай технику Apple. Почему? Потому что ты ее потом хорошо продашь. Вот так вот. Что значит хорошо продать? Ну это означает, что типа, если ты там купишь какой-то Samsung, если ты там купишь Huawei и вот эта вся история, то типа все. Пришла задница. Если проходит полгода где-то, может быть чуть больше, то ты эту мобилу потом нормально не продашь. Есть такая история, и я в принципе с этим согласен. Я могу сказать, что пост продажа у Apple хороша. Но какие ходят мифы вокруг этого всего? Что мол, практически потери минимальные. Ну, условно говоря, купил ты iPhone X за 80 тысяч рублей, но я считаю, что если говорить потери минимальные, то я его должен продать, ну где-то за 70 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, я согласен. Амортизация, вся эта история. Я думаю, все знают, что такое амортизация. Это когда проседает цена за счет того, что этот продукт устаревает, за то, что этот продукт просто уже априори у меня не новый, он использованный и так далее, и так далее. Но, что очень важно, сейчас, в данный момент, я буду выставлять этот iPhone. И я очень сильно сомневаюсь, что мне его хотя бы удастся продать за 60 тысяч рублей. У меня будут огромное количество сообщений на авито, давай за полтинник. Я, может быть, со скрипом, но уже буду раздумывать про 55 тысяч рублей. И это означает, что я его купил, получается, 10 месяцев назад примерно, может быть, 9 с копейками. Это означает о том, что амортизация у меня съела минимум 20 тысяч рублей. И не надо здесь серьезно загонять о том, что Apple техника настолько идеальна. Нет, она хорошо продается. Я буду говорить о том, что на нее огромный будет спрос по сравнению с Samsung и Huawei. Здесь я не могу спорить. Но, что касается именно того, что, типа, за сколько купил, за столько и продал, это вообще не работает. 20-ку я минимум потеряю. Что касается Xiaomi Redmi Note 5. Ну, ты его купил сейчас, в данный момент, за 12-ку. Ну, он самортизирует. За год, через год. Но продашь ты его, ну, пускай за 8 или 9 тысяч рублей, через полгода. Это все равно из-за того, что, да, он амортизирует примерно точно так же, как и iPhone, если в процентном соотношении брать. Но именно если по бабкам ты изначально платишь чуть ли там не в 5 раз дешевле. И, понятное дело, у тебя амортизация минимальная именно в денежном эквиваленте. Хотя в процентаже, что здесь такая же, что здесь такая же. Это еще один аргумент. Или ты вообще отпользовался им год, разбил и нахер выкинул. Это еще один аргумент. Ну, вот она финалочка. И, серьезно, я не знаю, зачем я записывал это видео. Мне нужно было выговориться. Я очень надеюсь, что хотя бы одного, двух или трех человек этим роликом я смог переубедить. И переубедить не то, что Xiaomi лучше iPhone. Не это я сегодня делал цель. Я смог переубедить, что за технологии не стоит переплачивать. Абсолютно не стоит, реально, переплачивать. Тем более в 5 или 6 раз. Это абсолютная бредятина. Вот это был главный посыл ролика. Ссылка на iPhone X будет в описании. Чтобы вы узнали последнюю актуальную цену. Чтобы вот была дискуссия более правдоподобна. Переходите по ссылке, кликайте и смотрите цену. Там очень много будет различных магазинов. Ну и ссылка на Xiaomi Redmi Note 5 будет в описании. Лучший продавец на Алиэкспресс. Покупайте именно там. Я имею ввиду на Алиэкспресс. Не надо наших здесь местных барыг кормить. Вообще не переплачивайте за смартфоны. Именно на Алиэкспресс. Или в других китайских интернет-магазинах. Где есть хорошая скидка. И главное смотрите, чтобы это была глобальная версия. Если будете брать не глобальную версию. То все, что я сейчас только что рассказывал. Приводил аргументы. Конечно они будут сходить к минимуму. Потому что у вас будет главное разочарование. Что вы убьете огромное количество времени. На перепрошивку. Тем более на начальных этапах. На этом сегодня и все. Подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик. Ну и пишите ваше мнение в комментариях. Очень нереально узнать вашу позицию. Сделайте дискуссию в комментариях. А я на это посмотрю и возможно подключусь. Все, давайте красавцы. Пока.